Всем привет. В этой серии у нас будет тридцать восьмой год. Какая у нас там ситуация. в общем основные две у нас проблемы сейчас у рейха это во первых нехватка снаряжения особенно вот у нас не хватает пехотки и полевой формы я надеюсь эти эти две проблемы мы исправим за счет того что нам упадет пехотка с австрии ближайшее время по идее после аншлюса и у нас еще довольно не сильно не хватает танков а вот танки я думаю мы получим с чехословакии после мюнхенского сговора в конце 38 года вот то есть попробуем нехватку нашего нашего оборудования компенсировать за счет аннексии соседних территорий вот это первая проблема вторая проблема это то что мы то что у нас не хватает горючего с проблема с ресурсами я думаю эту проблему мы решим по фокусам во второй половине года то есть по план какой у нас будет план по развитию фокусов сейчас немножко прокачаем еще наши танки дать танковые скидки всякие вот эти вот на панзер 3 вот подпишем техническое соглашение с советским союзом о техническом взаимодействии по развитию танков вот и после этого прокачаем немножко флот мы это у нас по флоту вообще еще ничего не прокачано хотя бы построим немножко верфей флоту вот и после этого мы во второй половине года так но потом мы значит прокачаем еще немножко военных заводов здесь построим всяких по этим фокусом и потом уже займемся вот этой вот группой фокусов которые связаны с разработкой синтетического бензина синтетической резины ну и добыча нефти тоже в моравии в австрии вот это две основные проблемы которые у нас сейчас есть принципе мы должны в этом году их решить для аншлюса нам что там требуется для аншлюса там миллион развернутой армии должна быть у нас до 1 миллион человек под ружьем у нас должно быть у нас сейчас под ружьем у нас сейчас 780 тысяч человек укомплектованы на 90 процентов так то есть нам не хватает 220 тысяч 220 тысяч еще разворачиваются у нас 12 пехотных дивизий это 18 на 12 это 180 плюс 36 тяжелая задача для гуманитария короче походу немножко не хватит нам капелюшечку буквально тогда мы чё еще можем сделать можем расширить наши дивизии которые у нас сейчас есть или нанять еще кинь такому успеем их вообще развернуть развернуть мы сможем когда не помню на 30 процентов будут обучены хотя бы они 36 процентов требуется ну короче через пару месяцев мы по идее их можем развернуть раньше времени когда будет 36 процентов уровень на тренированности хотя стоп вот эти мы почему-то не можем развернуть ни хрена ну они так марте 38 года эти две дивизии будут готовы походу мы их ни хрена не успеем начало к марту с тридцать восьмого года мы короче аншлюз у нас задержится за нехватки вооруженных сил если конечно не появится кинь дивизии по этим по историческим событиям тут можно моторизовать моторизовать за политку вторую 13 20 пехотные дивизии но это я так понимаю дивизии которые у нас уже есть а это шестока грузовиков им понадобится это просто капец ну ладно матризу моторизуем три дивизии пехотная так катастрофа дирижабля гиндернбург так формируем 13 моторизованную пехотную дивизию 20 и вторую моторизованной дивизии короче наш дирижабль потерпел катастрофу в соединенных штатах блины чем мы офигеть минус 5 политки нам дали из-за этого так кстати хорошо до 3 дивизии новый развернулись аторизованы кто у нас будет ими командовать аторизованными дивизиями будет командовать а 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 Короче, пусть пока они, наверное, Ромеля тусят. Под Ромелем. Как там шаблончик? 15 тысяч человек, то есть 45 тысяч человек. О, как раз, по идее. Тогда, значит, вот этих дивизий нам хватит, которые разворачиваются. Но они будут развернуты только в июне 38-го года. В лучшем случае. Мы им поставили высокий приоритет оснащения снаряжением. Но эти дивизии, которые у нас по решению развернулись, они тоже нифига не укомплектованы. Тут только вообще, только вот немножко. То есть нам надо все это производить. Вот кучу грузовиков нам требуется произвести для них. Хрен знает, где это все взять. У нас с промышленностью, в общем, все фигово пока что. В общем, какая еще у нас задача будет на эту серию? Сейчас мы тут... Гражданская вина в Испании уже практически закончилась. Осталось только Мадрид взять. Тут в Мадриде окопались три дивизии. Три бригады интернационалистов. 300 тысяч человек засели. Ну, тут Герман Год может, в принципе, бесконечно их прокачивать. Еще можно целый год, в принципе, Мадрид ковырять. Мы никуда не спешим здесь. Просто можно тупо фармить опыт армейский. И прокачивать нашего генерала здесь. Можно хоть целый год реально штурмовать. Просто поставим его на автомате, чтобы он атаковал постоянно. И все. И можно будет забыть про этот Мадрид. Ну, кстати, еще Бальярские острова остались у республиканцев. Но, скорее всего, после падения Мадрида они капитулируют. Вот, в общем, еще какая у нас задача будет на эту серию. Еще, кстати, у нас с горючим, да, проблемы. Мы, на самом деле, ну... Война в Испании, конечно, принесла нам армейский опыт, да, и прокачала генерала. Но мы очень много потратили фабрик драгоценных, которые у нас занимают стрельство. Вместо этого мы много фабрик задействовали на закупки нефти. Потому что это... Ну, у нас тут танковые дивизии воюют в Испании, и авиации воюют. Они потребляют много горючего, и нам приходится... Мы сколько? Мы 8 фабрик мы теряли на закупах. Короче, снимаем все закупы с нефти. Пусть сейчас у нас без горючего воюют. Обойдутся без горючего танки. Хрен с ними. Мы уже не торопимся. Как бы, в принципе, исход уже понятен, поэтому... Вот, в общем, из-за того, что мы потратили много фабрик на закупку нефти... ...для войны в Испании, из-за этого у нас, соответственно... Немножко мы отстаем от плана нашего экономического развития. У нас сейчас всего 75 фабрик. Хотя, по идее, должно быть к началу войны где-то 100 фабрик и 100 военных заводов. А по плану мы должны где-то сейчас вот еще полгода до середины 38-го года строить фабрики. Но мы не успеем еще 25 фабрик построить к июлю. К июлю 38-го года мы не успеем 25 фабрик построить, конечно. Поэтому немножко мы будем отставать от плана. Вот. Вторую половину 38-го года мы уже будем строить военные заводы. А в 39-м году мы уже будем строить всякие специализированные сооружения. Типа там хранилища для резины, склады снабжения, там заводы по производству синтетического бензина. Там эти специализированные вот эти вот заводы по производству авиации всякие, которые снижают стоимость производства. Ну вот эти вот, вот эти вот фактории, которые снижают стоимость производства определенной продукции. Типа чем больше их, тем больше, тем ниже стоимость производства. Вот такой у нас будет план экономического развития. Вот. То есть сейчас, что у нас? Кто у нас горючего больше всего ест? Армия больше всего кушает горючего. Ну да, вот на эти танковые дивизии три. Они, конечно, прокачались до ветеранов, но, до элитных солдат, но... Что-то эти танки вроде такие эти, ну, легкие танки, но они прожорливые, капец. 25 единиц горючего хавают. Каждая дивизия. И 4, 4 и 3 припасов хавают. Тут ротоснабжение. Ротоснабжение есть. В общем, надо прокачивать технологии, связанные со снижением потребления горючего. И с улучшением производства горючего. Вот такой вот у нас план в целом. На этот год. И что еще перед стартом? Что еще перед стартом? А вот, кстати, еще интересное решение. Есть инвестиции в строительные исследования. Вот за 50 политки можно получить еще один слот исследования в промышленности. Вот он сейчас нам пригодился бы, конечно, если бы у нас была политка. То есть, вот это вот ближайшая цель наша по политке. Надо будет не забыть поставить, прожать. Вот. А, да, еще у нас одна проблема есть крупная. Это Финляндия. В общем, как я говорил, я хотел провести переворот в Финляндии до начала Второй мировой войны. Почему до начала Второй мировой войны? Потому что с началом Второй мировой войны увеличивается вероятность того, что, допустим, если страна начнется гражданская война в Испании, то, ой, в этой Финляндии, то, соответственно, та часть, которая демократическая, ну, которая сейчас власть, вот эти вот, кто это, либералы какие-то, да, они, соответственно, могут прыгнуть в союзники. А те, кто будут фашистской частью, они могут прыгнуть к нам в союз, да, могут и не прыгнуть. И даже если фашисты победят, то вот эти вот, которые останутся демократическая часть, которая проиграла, она не капитулирует полностью, она просто, ну, типа, вступит в союзники и просто убежит в изгнание. То есть, ну, гражданская вина не будет закончена, получается, до окончания Второй мировой войны. Вот. Нет, это фиговая новость, потому что это очень сильно ослабит фашистскую Финляндию. Потому что эти территории, да, которые на старте гражданской войны будут принадлежать, ну, демократической вот этой, которая сейчас, демократическое правительство, которое сейчас правит, они будут не аннексированы фашистской Финляндии, а оккупированы. Вот. И как бы Финляндия будет очень слабая. Вот. Но до начала Второй мировой, до сентября 1939 года, мы, скорее всего, не успеем провести переворот в Финляндии. Потому что подготовка переворота, это 180 дней, по-моему, если я не ошибаюсь, да, плюс там 12 тысяч пехотки, по-моему, требуется, или сколько-то там. Вот. То есть это очень-очень-очень дорогостоящее мероприятие. И плюс нам, скорее всего, не получится его сделать. Почему? Потому что в Финляндии очень высокая стабильность, стопроцентная. Вот у нас тут иностранная пропаганда, ну, вот наш агент снижает стабильность, да, но это все-таки, ну, пофиг все равно, он у них в целом, ну, он дает страх к приросту стабильности, но в целом у них все равно стабильность растет. То есть тут нам либо ставить еще агента одного на пропаганду, на снижение стабильности, либо прокачивать эту вот пропаганду, да, можно прокачать там, усилить эффект от нее, но это сколько, это два этих, два улучшения по 6 фабрик на 75 дней, это очень дорого стоит. Вот. Плюс нам требуются еще сейчас агенты, нам потребуются для подготовки коллаборационистских правительств в Чехии, в Польше, потом во Франции, вот, это тоже. То есть я не знаю, нам нужно будет еще, получается, двух агентов нанимать. У нас сейчас три агента, мы можем, по идее, еще одного агента нанять, там сколько, пять улучшений, по-моему, да, пять, ну, пять вот этих всех штук прокачать можно и получить еще одного агента за счет этого. И еще двух агентов можно вот здесь вот получить за счет расширения оперативного управления. Но это 10 фабрик, каждый агент на 75 дней будет стоить. Это, это просто адски дорого. То есть в 38-м году мы вообще не должны вот это все трогать, потому что мы сейчас тут построим фабрики и военные заводы, чтобы не отстать от союзников. То есть вот эти все улучшения будут в 39-м году у нас проходить. Вон, разведка там, вот эта вся хрень. Мы начнем с начала 39-го года прокачивать. Ну, может быть, только если дешифрование прокачать немножко. Ну, и то я сомневаюсь, что нам сейчас это прям так сильно надо. Я думаю, оставим это все, отложим это все на 39-й год. В принципе, шифр Великобритании мы успеем расшифровать до начала войны, по-любому. Ну, и даже, может быть, Францию успеем расшифровать. Поэтому, в принципе, даже без прокачки этих штук, по идее, мы должны успеть. Если, конечно, Великобритания не будет там усиленно расшифроваться, что у нас это время будет увеличиваться. Вот. То есть, я думаю, мы все-таки, наверное, отменим эту операцию, которую мы планировали в Финляндии. И, наверное, мы двух агентов, которые у нас сейчас занимаются бустом популярности фашизма, перебросим в Чехию, которой у нас занимается пропагандой, снижая стабильность. Вот Тоскар Цени тоже перебросим, наверное, в Чехию. Или попробуем, может быть, пока что... Попробуем хотя бы внедриться в правительство финское и украсть у них эти промышленные чертежи, хотя бы какая-то польза будет от Финляндии. Вот. Сейчас попробуем внедриться в правительство 99 дней требуется на внедрение. Шанс на успех у нас есть хороший. Ну, в принципе, попробуем, наверное, от этих двух агентов как раз отправить. Вот Тоскар Цени и Карл Штурм, соблазнитель которой начать по готовности через 3 месяца. Вот, а переворот получается... Сколько тут переворот? Да, меньше требуется для того, чтобы начать переворот, подготовить переворот, требуется 198 дней. А меньше, чем 70% стабилка и поддержка фашистской партии больше 20% финской фашистской партии. Ну, как она там называется? Я забыл. Патриотическое народное движение, по-моему, или как-то так. ИКЛ по-фински сокращение. То есть это очень сложно добиться. То есть надо снизить стабилку на 30%. Это надо где-то двух или трех агентов ставить и прокачать вот эту вот психологическую войну перед этим. Поэтому я даже не знаю. Возможно, уже во время войны попробуем. Возможно, мы попробуем привести фашистов к власти мирным путем, потому что... Сколько у них? Поддержка 2% сейчас. Но у них есть и выборы. У них выборы в июле 1939 года проходят. Выборы каждые три года. К июлю 1939 года. Ну, в принципе, к июлю 1939 года мы можем попробовать набустить фашистов здесь. То есть, если фашистская партия будет самой популярной, то, по идее, она должна прийти к власти мирным путем. Если я не ошибаюсь. Хотя, может быть, требуется больше 50% общей популярности, чтобы они пришли к власти. В общем, это вопрос такой сложный, на самом деле, с этими переворотами. Честно говоря, я помню, что я пытался за Японию. Я там замучился за Японию. Переворот делать в Сиаме тоже капец. И все, что можно, прокачал в Сиаме тоже нифига мне не получилось. Ну, это тоже в этом моде были. Ванили, может, попроще, но в этом моде это как-то вообще запарно. Прям капец. Там какая-то тоже у него защита от смены идеологии у Сиама. А у Финляндии, тем более, там стабилка высокая. Вот. Что я еще хотел сказать перед стартом? А, перед стартом, что еще я забыл сделать? Короче, ладно, стартуем. Ах, Тунгпанзер. Внимание, танки. По этому фокусу мы получили снижение штрафа за опережение время на наземную доктрину. Ну, в этом моде доктрина тоже по годам исследуется. Поэтому ее нельзя быстро прокачать без штрафа за опережение время. Ну, только если по фокусам снизить штраф. В общем, следующий фокус у нас, по идее, должен был быть Аншелюс. Но мы пока что не выполняем требования по... А, после 23 января можно прокачать. Так, ну тогда пока что мы, наверное, возьмем... Докачаем, наверное, до соглашения с Советским Союзом веточку. По танковым технологиям. Так, а у нас когда будут ячейки освободятся для наземной доктрины? У нас через 52 дня будет свободна ячейка. И через 155 дней. И через 5 дней, но эту ячейку мы оставим на эту же линию исследования, которая связана с оперативным управлением. Ну, вот эту вот штуку с командой. Точнее, не с оперативным управлением, а со штабным командой. Мне вот эту вот дальше качать очень важную ветку. Мне кажется, она даже важнее, чем доктрина вот эта вот ветка. Потому что здесь организация накидывается неплохо так. Прирост опыта дивизий тоже тут накидывается. И куча всяких плюшек. Вот, в общем, у нас получается ветка освобождается через 52 дня для доктрины. Так, 52 дня. По идее, мы сейчас вот, да, вот здесь сняли штраф за опережение времени на доктрину наземную. Ну, вот эта вот основная доктрина, которая вот, все, у нас штрафа нету. Теперь мы можем со скидоном прокачать эту доктрину за счет армейского опыта. Но армейский опыт мы, наверное, тратить не будем на наземную доктрину. Мы, наверное, потратим его на улучшение нашей техники. А скидку на доктрину мы получим по следующему фокусу. Вот это вот армейский доктрин, этот фокус. То есть, по идее, нам надо сейчас, наверное, взять, получить вот эти две скидки 25% на наземную доктрину. Заранее. 21 плюс 28, 49 дней. Так, а танки у нас, когда исследуются танки через 75 дней? Ячейка для бронетехники через 75 дней освободится. А, ну, в принципе, мы как раз тогда, да, наверное, сейчас тогда возьмем вот этот фокус на скидку на доктрину. И потом 28, 21, 49 и плюс 21 как раз 70 дней получается. Да, то есть, мы успеваем. Как раз, когда ячейка освободится для бронетехники, у нас... А, по этому фокусу у нас как раз еще одна ячейка для исследования танков появится, поэтому... Так, короче, берем сейчас, наверное... Короче, берем этот фокус армейские доктрины и тактики. А в последние годы немецкая армия резко выросла в размере. Хотя количество, хотя размеры сам по себе... Хотя большой размер сам по себе улучшает и качество. Армия должна быть хорошо дисциплинированной силой с передовыми тактиками. Если Германия хочет победить в войне, мы должны задействовать наш опытный генеральный штаб в этом мероприятии. Что-то не совсем понял перевод, но... Короче, получаем две скидки на наземную доктрину. По этому фокусу. И, кстати, еще есть у нас... Да, еще одна очень важная задача на эту серию. У нас будет... У нас сейчас, ну, примерно почти по одному в день истребители производят. Нам надо, короче, к концу этой серии, к началу 1939 года, выйти на... Минимум два истребителя в день производить. Даже, наверное, три. То есть сейчас мы немножко еще технологии всякие прокачаем. И еще плюс, короче, все военные заводы. Ну, около 20 военных заводов нам надо поставить на производство истребителей. В этом году. То есть все военные заводы сейчас, которые будут строиться, все пойдут на истребители. И плюс еще один вопрос у нас есть по производству. Это вопрос, связанный с производством... Так, у нас Бисмарк и Тирпиц пока что 22 июня 1941 года будут готовы. Но, скорее всего, это производство ускорится. Производство панзеров-четвертых. Я вот думаю, зря я, наверное, поставил их на производство, панзеры-четвертые. Я бы сейчас эти заводы перебросил на истребители. Ну, просто... Короче, если мы сейчас перебросим эти заводы, это они... Ну, эффективность производства упадет истребители. Получается... Ну, в пустую, можно сказать, перебросил заводы. Потому что, типа, ну, с бронетехники на авиацию перепрофилировать заводы, это как бы сразу эффективность производства упадет. Просядет сильно. Тут как бы выгоднее на истребители новые заводы, которые мы построим. Свежие пускать на производство истребителей. А здесь мы, наверное, вместо панзеров-четвертых поставим на производство панзеры-третья. Потому что, не, я просто думал панзеры-четвертые, потому что, ну, некоторые шаблоны, да, исторические, я думаю, может быть, там требуются панзеры-четвертые, но мы вроде как можем менять состав дивизий сами, вот этих вот танковых. То есть, по идее, мы можем панзеры-третьи здесь добавить, никто нам не запрещает вот в этих шаблонах менять. Это вот эти вот, по-моему, шаблоны, да, нельзя менять. Да, вот здесь у нас заблокировано. А вот танковые дивизии мы можем сами вручную поменять. И здесь мы вот панзеры-первые, панзеры-вторые постепенно будем заменять на панзеры-третьи. И там, по-моему, даже есть какие-то решения будут, решения, которые на переоснащение дивизии будут. Но, опять же, по решениям, возможно, у нас потребуются панзеры-четвертые для переоснащения дивизии. Вот я фиг знает, я просто говорю, очень давно не играл в этот мод. Как там дальше развиваться события будет, я не знаю, честно говоря. Вот, но просто вообще, так, если смотреть, если сравнивать танки немецкие, вот панзер-третий и панзер-четвертый, если сравнивать, да, вот эти две версии, которые 39-го года, то у нас, по идее, панзер-третий получается немножко выгоднее. Ну, потому что на базе панзера-третьего еще есть штуки, да, по ТСАУ, которые... И у него пробитие выше, у панзера-третьего. И защита у него выше, чем у панзера-четвертого. Поэтому, я думаю, все-таки зря я поставил на производство панзеры-четвертый. Наверное, мы поставим панзеры-третьи на производство. В общем, мы, наверное, как... Стратегия у нас будет какая-то... До 42-го года мы будем, скорее всего, на панзер-третьих тащить. Вот до этой модели, до панзер-3М версии. Модельки у них нет своей. Вот, а потом, в 42-м году мы перейдем... Ну, даже, может быть, пораньше. В конце 41-го года мы перейдем на панзер-4G. Потому что он уже, как бы, круче, чем панзеры-третьи, явно. По всем характеристикам он уже лучше. Ну, кроме защиты немножко. Защита у него немножко слабее. Вот такой у нас будет план по развитию бронетехники. Ну, легкие танки панзер-2, я думаю, нам не пригодятся. Чешские танки... Что там, какое условие? Чешский дизайн брони требуется нам. А где его исследовать, интересно? Это, видимо, после аннексии Чехословакии можно будет исследовать чешские танки. Ну, чешские танки нам явно пригодятся. Модельки у них тоже свои и нету. Это вроде панзер... Какой-то панзер 2 или 1, хрен знает. 2-й, по-моему. Моделька. Вот, так что мы сейчас перепрофилируем... Вот эти вот три завода военных на производство панзера-3 версии А. Так, добавим радиостанцию и стабилизацию орудия, наверное. Так, а надежность, что у него с надежностью? Ой, надежность тоже капец, 42%. Конечно, вообще печально. Вот куда нам армейский опыт нам нужно будет задействовать на вот эти все улучшения, потому что... Я хотел просто на скидку, да, на доктрину прокачать со скидкой за опыт, но тут нам вот здесь нужны будут вот эти все... Армейский опыт нам пригодится здесь. А скидку для доктрины мы получим по этому, по фокусу. Так, бисмарк мы исследовали здесь. Кстати, еще это... Можно какие-то дивизии СС можно развернуть. Нет, дивизии СС пока что... Они все по времени привязаны, дивизии СС. Они вот 40-й год, 40... Это уже поздние. 39-й год. Нет, август 38-го. Аншлюз. Это все уже после аншлюза будет разворачиваться дивизия. Югославское правительство проводит конкурс на закупку, на производство, точнее, истребителей современных. Югославский ВВС в настоящее время проводит испытания новых легких истребителей. По словам нашего аташе наших ВВС в Югославии, наша новейшая модель, несомненно, готова к победе в этом конкурсе. Наша новейшая модель истребителя. Официальный запрос на лицензионное производство от югославского правительства ожидается в ближайшее время. Представители производителя, ну, Мессершмитт, наверное, имеется в виду фирма. Представители производителя истребителей решительно выступают за продажу лицензии в Югославии. Но есть озабоченность со стороны национальной безопасности по поводу продажи нашего самого современного оборудования за границу. Следует ли нам разрешить продажу? Ну, вообще, да, на самом деле, в настоящее время всякая техника, которая военная, ну, конкретно если про Россию говорить, обычно экспортный вариант, он как бы более такой ограниченный в возможностях. Там даже приставка Э типа есть, ну, буква типа, ну, экспортная модель техники. То есть там всякие секретные разработки, они как бы убираются в экспортных моделях техники. То есть они немножко урезаны в своих возможностях. Но мы, скорее всего, продаем лицензию в Югославии, получаем 20 воздушного опыта. А Югославия получает лицензию на производство Мессершмитта БФ-109 в версии Б. А что нам в Югославии бояться-то? Югославия это не тот противник, которого надо бояться нам. Так. Люминесцентные лампочки изучились. Дальше промышленности. В промышленности дальше мы возьмем... Грант с электрическим мотором. Электромоторный подъемник. Рост эффективности производства плюс 20%. Вот как раз у нас эффективность производства будет быстрее расти. Вот это вот заполнится красная черта у истребителей и у танков тоже. Кстати, нифигово так просело. То, что мы, хотя вроде, панзер 4 на панзер 3 поменяли, но у нас просела прям конкретно эффективность производства танков. Так, улучшенное корпусное командование. И здесь дальше качаем... Что, улучшенное армейское командование, наверное, дальше. Или прокачать оборонительную ветку нашей сухопутной доктрины. В принципе, здесь сколько? 253 дня, 253. Но мы еще успеем, на самом деле, вот эти две ветки до начала войны прокачать. Поэтому можно еще немножко доктрину нашу оборонительную прокачать. Почти целый год будет качаться. Что тут у нас? Варианты бронетехники, скорость плюс 5%. Все мобильные батальоны, противопехотная атака плюс 2%. Что там в Мадрид? Почти взяли. Ну, у нас здесь штраф, конечно, очень большой из-за нехватки. Из-за, короче, то, что город, штраф самый высокий к атаке. То, что у нас не проведена генеральная мобилизация, штраф минус 24% к атаке. Ночь, укрепление минус 9%. Так, тактика наша атакующая отражена минус 25%. Так, в этой ячейке флота, что мы прокачаем? В ячейке флота. В ячейке флота мы прокачаем. Прокачаем, наверное, улучшение вот этой вот высадки. Потому что мы будем, скорее всего, высаживаться в Норвегии. Вместимость высадки плюс 2 дивизии. И меньше требуется конвоев для подготовки морского десанта. Или что еще нужно? Малокалиберные эти снаряды для эсминцев, легких крейсеров. Ну, короче, легкая атака будет у нас плюс 5% и пробитие плюс 5% против мелких кораблей вражеских. Так, что у нас там на складах есть по авиации? У нас 110 истребителей есть на складах. Надо немножко поокруглять здесь. Наши эскадрильи. Даже перехватчики у нас есть. Ну, перехватчики, скорее всего. Перехватчики у нас будут ночные истребители там какие-нибудь, скорее всего. В принципе, после поражения Испании мы можем еще отправить дивизии на помощь Японии. Тут самое ироничное, конечно, будет то, что мы... Ну, до войны Германия же сотрудничала с этим, с Чанкайши. То есть мы Гоминдановскую армию немецкие специалисты обучали. Окажем как раз дипломатическое давление на Чехословакию, как раз прям в тему вообще. Рандомное событие. Получим 10 политки. Ну, до войны же немецкие советники были в армии Гоминдана, а теперь мы будем, получается, воевать. С китайцами, которых до этого мы обучали. Пока что мы добровольцев не можем отправить, пока не закончилась война в Испании. Так, изучилась у нас новая версия Мессершмитт БФ-109Д. Сразу ставим его на производство. Сразу аэродинамику и радар на максимум прокачаем. Так, вот здесь. Здесь немножко улучшается маневренность. И надежность немножко апается. Ну, вот так поставим. Так. Где наши 20 военных заводов взять? Панзеры вторые, может быть, снять? Панзеры вторые, это уже... Как бы они свое отвоевали уже в Испании, по идее. Тоже оружие прошлой войны. Один заводик перебросим. Так, а в этой ячейке авиации дальше мы исследуем... Что мы дальше исследуем... Что мы дальше исследуем... Дорни Е-17М, по-моему, требуется. Да, Дорни Е-17М. Для этого самолета-разведчика. Дорни Е-17П. Требуется вот эта вот модель. Потом прокачаем ее для галочки. Можно было бы, конечно, поставить вот этот Хенкель-111Ф. Тактические бомберные исследования. Но я, наверное, думаю... Мы подождем, пока у нас КБ. На КБ накопится 150 политки. С КБшкой поставим его. Там же есть какая-то КБ, которая... Для тактов. Да, для тактов вот есть Хенкель. Стоимость производства минус 5. Надежность плюс 10%. Так, тут у нас полезная штука для производства бензина. Каталитический крекинг изучился. Эта ячейка у нас на любые цели. На любые цели. Ну, что мы здесь возьмем? Либо прокачаем дальше все вот эти технологии, связанные с нефтью, с получением горючего. Либо улучшим нашу эффективность производства. Вот эти, конечно, хрени очень долго изучаются. Почти 300 дней. Там, может быть, какие-то есть скидки на это все дело. Сейчас посмотрим. У нас по фокусам там, по-моему, какие-то скидки более вот здесь. Ну, вот, да. Вот здесь одна скидка 15% всего лишь. А больше скидок нет никаких. Ладно, оставим, наверное, все эти технологии, связанные с получением горючего на вторую половину 1938 года. Пока что покачаем эти технологии, связанные с этим, с улучшением нашего эффективности производства. Инструменты для техобслуживания, ну, ремонтные всякие инструменты. Изучим. У нас максимальная эффективность производства плюс 6%, базовая плюс 2% и скорость ремонта фабрик плюс 5%. Ну, скорость ремонта, саморемонт, так скажем, фабрик без нашего участия, который без задействования других фабрик на ремонт ускоряется за счет этих технологий. Ну, что, сколько еще осталось? КМП-40, пистолет-пулемет изучился. Что-то рано начался у нас второй год четырехлетнего экономического плана Германа Геринга. Ну, хорошо, стартуем. А, ну, хотя нет, все правильно, да, мы в начале 1937 года, да, 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 первый год у нас. Все правильно. Запускаем второй год четырехлетки. Афера Фрича. В 1938 году Вальтер Фунг стал главным уполномоченным по экономике. Виртшафтс Беауфтрактер. Виртшафтс Беауфтрактер. А также Рейхсминистром экономики. Рейхс Виртшафт Министер. Заменив Яльмара Шахта, который ушел в отставку 26 ноября 1937 года. Яльмар Шахт вел борьбу за власть с рейхсмаршалом Германом Герингом. Который хотел установить более тесную связь Министерства экономики Германии с его офисом управления четырехлетнего плана. Что-то тут не совсем, тут по-моему они что-то перепутали, потому что здесь афера Фрича. Фрич это главнокомандующий армии был, а здесь речь идет о Вальтере Фунге. То есть тут мы короче либо оставляем главнокомандующим армией Фрича, либо назначаем главнокомандующим армией Вальтера фон Браухича. Они походу перепутали Вальтера Фунга с Вальтером фон Браухичем, я так понимаю. Ну окей, назначаем Вальтера фон Браухича главнокомандующим. Сухопутных войск получаем 25 политки вместо Вернера фон Фрича. Бломберг тоже, кстати, тоже походу уходит в отставку Вернер фон Бломберг. Да, у нас новый главнокомандующий сухопутными войсками Вальтера фон Браухича. Скорость дивизии плюс 4%. Ну это такое себе на самом деле. Хотя на самом деле он лучше, чем Вернер фон Фрич, потому что Вернер фон Фрич нам снижал прирост политки на 5%, а здесь у нас такого штрафа нету. Но видимо он снижал прирост политки, потому что он был, ну как я уже говорил в прошлой серии, он был не совсем согласен с планами Гитлера агрессивными. Ну он был согласен с тем, что надо воевать, но он считал, что надо типа более осторожную политику, и типа что надо потом, не сейчас начинать войну, а потом, когда Германия закончит перевооружение, там может лет через 5, в году в 43-44, поэтому из-за этого видимо штраф к приросту политки был. Так что это в принципе логично в этом плане, смена главнокомандующего вермахта. Так, у нас ячейка, а, пистолет-пулемет исследовался. Ну сейчас тут нам можно много чего исследовать. Прямо очень много чего на самом деле. Так, зенитки. Зенитки у нас, кстати, есть. 88-мм флаг-18. Тяжелые зенитки. Обычные зенитки у нас. А вот обычных зенитки только в 40-м году будет доступен флаг-38. 20-мм. А сейчас у нас только зенитный пулемет. В МГ-15 есть. В принципе, зенитный пулемет. Сколько у него? Ой, очень слабая зенитная атака. Надо как можно быстрее. Флаг-38 изучить. 20-мм зенитки нормальные. Там может какая-то скидка будет, потом посмотрим. А сейчас мы, наверное, прокачаем сначала вот это вот развед-снаряжение, развед-оборудование 2-го уровня. В этой ячейки. Что там? Сколько еще? 20 дней будет сражаться. Замоделит. Так, получили мы скидку. 2 скидки на наземную доктрину. И дальше, как я говорил, идем на соглашение с Советским Союзом техническое. Следующий фокус у нас... Исследование Панзера 2-го, легкие танки. В теории, дивизии с быстрой, легкобронированной техникой могут заменить устаревшие кавалерийские части. Нам просто нужно сначала разработать необходимые транспортные средства. Ну, по этому фокусу мы получим скидки на Панзер 2-й версии C, D и F. Ну, они нам особо не нужны, но нам нужно соглашение с Советским Союзом, поэтому здесь без этого фокуса не обойтись. К сожалению. Так, очередное событие внутриполитическое. Ну что, очередные перестановки в правительстве Германии. Увольнение Константина фон Нейрата, министра иностранных дел. В ответ на оговорки, высказанные на конференции Хосбаха, Гитлер усилил контроль над аппаратом военной и внешней политики, удалив из него тех, кто не был сторонником его курса политического. 4 февраля 1938 года Нейрат был уволен с поста министра иностранных дел во время дела Бломберга Фрича. Нейрат уже чувствовал, что его офис был маргинализирован, ну, то есть минимализировано было значение министра иностранных дел. И Нейрат не поддерживал агрессивные военные планы Гитлера, потому что он чувствовал, что Германии нужно больше времени для перевооружения, что было подробно описано в меморандуме Хосбаха от 5 ноября 1937 года. На посту главы МИД его сменил Иоахим фон Риббентроп, но Нейрат остался в правительстве как министр без портфеля, чтобы развеять опасения, которые его отстранение вызвало бы на международной арене. Нейрата также назвали президентом тайного кабинета министров, якобы суперкабинета, который консультировал Гитлера по иностранным делам. Формально казалось, что Нейрат получил повышение, однако фактически это повышение было только на бумаге. то есть фактически Нейрат был отстранен от решения, от реальной политики. Вот, кстати, предыдущее событие, которое было, ну, дело Бломберга Фрича, там было неправильное описание. В реальности там ситуация была такая, что, короче, ну, Вернер фон Фрич, главнокомандующий сухопутными силами генерал-полковник Вермахта, он был, короче, отстранен, ушел в отставку из-за скандала, типа его обвинили, короче, в нетрадиционной сексуальной ориентации. Так, ну че, меняем Константина фон Нейрата, меняем на Йоахима фон Риббентропа. Вот, его обвинили, короче, в нетрадиционной сексуальной ориентации, из-за этого, хотя там вроде как обвинения потом не подтвердились, но все-таки из-за этого скандала он ушел в отставку с поста главнокомандующего, передавал свой пост Вальтеру фон Браухичу. А этот самый, а Вернир фон Бломберг, он тоже ушел в это время в отставку, он был военным министром, фельдмаршал Бломберг. Вот, и тоже был скандал, связанный с тем, что, короче, Бломберг женился на женщине, на секретарше, Еве Грюн, которая до замужества работала массажисткой в салоне. Матери и была девушкой легкого поведения, как считалось, и стояла на учете в полиции. Вот, из-за этого военный министр Бломберг ушел в отставку. Ну, кстати, здесь у нас он... А, ну да, все. Все, место фельдмаршала у нас вакантно. Бломберг у нас отъехал в отставку отдыхать. Ушел на заслуженный отдых, так сказать. Немножко не дожил... Немножко не... Не до этого... Нет, он... Умер он потом, просто это... Немножко не доработал он до капитуляции республиканцев. Не дослужил он до победы в гражданской войне в Испании. Что-то все. Сколько осталось? Что-то долго еще. У нас тут все самолеты без горючего. Ну, кстати, не такой уж и большой штраф к улетам. Минус 25% всего эффективности улета из-за нехватки горючего. Хотя мы сейчас горючее... Ну, нефть вообще не закупаем ни у кого. Мы закупаем только вольфрам и резину. Ну, кстати, мы можем сейчас, наверное... 26 командного ресурса требуется для повышения повысить кого-нибудь. Какого-нибудь генерала до уровня фельдмаршала. Кого мы повысим? Наверное, Герада фон Рунштеда мы повысим сразу до фельдмаршала, я думаю. Сейчас он 100 дней будет привыкать к новой должности, осваиваться на новом месте, поэтому небольшое снижение стат у него будет из-за этого. То, что он получил повышение. Ну что, дожимаем Мадрид. Последняя дивизия. Нормально, у нас тут авиация. 30 организаций снесла им вражеским дивизиям. Все, Мадрид пал. Наши добровольцы поехали домой. Еще одна перестановка в правительстве у нас. Заменяем Германа Геринга на посту министра экономики. В марте 1933 года Вальтер Функ был назначен статус-секретарем Министерства общественного просвещения и пропаганды. Летом 1936 года, когда Гитлер поручил Альберту Шпееру перестроить центр Берлина, именно Функ получил свой новый титул генеральный инспектор по строительной реновации федеральной столицы. В 1938 году Функ стал главным и полномоченным по экономике, а также рейхс-министром экономики, сменив Ялемара Шахта, который ушел в отставку 26 ноября 1937 года. Ну, кстати, между ними получается промежуток, в который министром экономики был Герман Геринг, насколько я понимаю. Шахта вел борьбу за власть с рейхс-маршалом Германом Герингом, который хотел более тесно связать Министерство экономики с его офисом 4-летнего экономического плана. Ну что, сменяем Германа Геринга Вальтером Функом. Вальтер Функ у нас там дает бонус к скорости строительства военных заводов как раз. Ну, правда, еще сколько? Март, апрель, май. Мы еще должны фабрики строить. Ну, немножко раньше времени. Ну, зато нам не надо будет тратить политку на смену министра экономики. Я думал, политку надо будет тратить, а так без затраты политки. Наоборот, мы еще даже получим при назначении Вальтера Функа и мы получим еще 25 политки. Да, скорость строительства военных заводов плюс 5 процентов. Так, там японцы разошлись в Китае. Ну, что-то так... Ну, для начала 38-го года, в принципе, неплохо они так здесь. Плацдар мы заняли на побережье. Шанхай взяли. Ну, в принципе, мы можем, на самом деле, отправить добровольцев еще на стороне Японии повоевать. Потому что, да, кстати, если мы переворот не сделаем, да, в Финляндии до войны, то во время войны мы уже не сможем отправить добровольцев. Ну, с 1 сентября, когда мы вступим во Вторую мировую, с 1 сентября 1939 года, если переворот начнется после этой даты, после того, как Германия начнет войну с союзниками, мы уже не сможем отправить добровольцев на помощь фашистам в Финляндии, если там начнется гражданская война. Потому что добровольцы только в мирное время можно отправлять. Вот. И, в принципе, мы можем сейчас отправить добровольцев в Китай. Повоевать там немножко. Только надо кого-нибудь отправлять, кто-то, кто не кушает горючее. В принципе, мы можем отправить снова этого, который в эфепе воевал, Эдуарда Дитля. Так, там, по-моему, три дивизии, да, можно отправить? Кого мы еще? Какую еще дивизию? Вот это пехотная дивизия у нас... Ну, тут немножко есть грузовиков и легковых автомобилей. Она немножко... Потребляет она горючее немножко. 0,4 единицы. Но, в принципе, это... совсем капелюшечка, поэтому... А, но у Дитля есть еще... дивизия... Будущая дивизия Гросс Дойчленд. Вахтовый полк Берлин нынешний, который потом станет дивизией Гросс Дойчленд. Может быть, ее отправить воевать? Но она, в принципе, и так элитная, считается. И тут шаблон, но капец слабенький, поэтому... Поэтому мы, наверное, все-таки отправим нормальные дивизии. Вот хотя бы сколько? 42 тысячи человек вот эти вот три дивизии отправим, наверное, воевать. Поможем Японии немножко здесь... Ну что, отправляем добровольцев. 129 самолетов и три дивизии под командованием Эдуарда Дитлян. Так, получили мы скидку на панзеры вторые. И дальше что у нас будет? Дальше у нас будет договор о техническом сотрудничестве в сфере бронетехники с Советским Союзом. Мы можем заключить новый договор о совместных исследованиях с Советским Союзом, чтобы разработать главным образом более совершенные танки. если они согласятся, мы вновь сможем открыть танковую школу, которую мы закрыли в 1933 году. Ну, это имеется в виду это Камское танковое училище в Казани, под Казанью, которое в 20-30-е годы было у немцев в Советском Союзе, где они обучались. Ну, то же самое еще была это Липецкая школа летчиков-истребителей тоже немецкая в 20-30-е годы. Ну, типа, Версальский договор же запрещал Германии иметь танковые и авиационные войска, поэтому они вот так вот обходили эти Версальские ограничения тем, что тренировали своих летчиков и танкистов в Советском Союзе. Вот. Сотрудничество с Советским Союзом, конечно, будет означать и то, что они тоже получат выгоду от сделанных инноваций. В общем, по этому договору, если Советский Союз подпишет его, у нас улучшится торговое отношение с Советским Союзом и мы получим снижение штрафа за обережение времени на средние танки и две скидки на изучение бронетехники и слот исследования для бронетехники. Если Советский Союз, конечно, согласится, хотя он, по идее, должен согласиться на историческом фокусе. Так, кстати, у нас уже время аншлюса. Эти дивизии мы уже можем развернуть, а вот эти дивизии мы пока еще не можем развернуть. изучилась у нас транспортировка припасов. А, так, я забыл отправить авиацию. Авиацию. Авиация будет летать без горючего у нас в Китае. Так, ну в Китае на самом деле аэродромов-то очень мало и они все заняты, поэтому я даже не знаю, стоит ли нам вообще авиацию посылать. Отправим полтосик истребителей, наверное. Полтосик истребителей. и полтосик штурмовиков или не, лучше, наверное, тактов, такты более дальна. Далеко летают, дальше летают и там аэродромов мало, поэтому там дальность стреляет в Азии. Вот эти Дорнье-11 что ли отправить? У тебя вот эти Дорнье-23 у них дальность выше. А, их всего 10 штук. А вот 50 штук есть. Ну вот эти 50 тактов отправим Дорнье-23. Ой, у нас ячейка исследований свободная в Доктрине. Что мы здесь прокачаем, прокачаем, прокачаем. А, ну мы, кстати, да, мы же как раз хотели прокачать Доктрину со скидкой. стратегий. вот стратегическая передислокация первого-второго уровня увеличивает скорость движения дивизии на 6%, и потеря организации движения во время движения на 8%, тоже полезная штука, 240-240 дней, как раз начало войны по идее мы успеем прокачать эту штуку. Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Так, а эту дивизию в Груздойчлан поможем? Редактировать мы ее не можем, только посмотреть можно на нее. Так, что у нас тут по производству, по строительству? предложение о совместных военных учениях с королевством Венгрии. Ну, конечно, мы соглашаемся. Венгрия это наш стратегический союзник, проводим с ними совместные военные учения с регентом Миклешем Хорти. Падение Пекина. Японские войска взяли или Пекин. А так он уже вроде как давно взят или там какой-то другой город имели в виду. Понятно. Так, тут у нас аэродром переполнен. Так, Чен Кайши просит посредничества в конфликте с Японией. Чен Кайши просит созывать конференцию государств, подписавших договор девяти держав. или Брюссельскую конференцию, как встречу, на которой стороны, подписавшие договор девяти держав, рассмотрят мирные средства для ускорения окончания возобновившегося конфликта между Китаем и Японией, который вспыхнул с новой силой. Эта конференция будет проводиться в соответствии с положениями договора девяти держав 1922 года. она состоится в Брюсселе, Бельгия. Хотя Германия и не подписала договор девяти держав, Китай также пригласил Германию на эту конференцию, поскольку в качестве своего давнего друга. при подписании договора мы должны присутствовать. У нас тут выбор, либо мы типа встаем на сторону Китая, конечно, мир между Китаем и Японией это хорошее, хорошо, либо был бы мудрее поддержать Японию в этом. Здесь мы получаем плюс пять политики, типа то, что мы поддерживаем Японию, а здесь мы получаем отношения с Китаем. Ну, естественно, мы поддержим Японию на этой конференции. Так, соглашение с Советским Союзом, что у нас, аншлюз? О, у нас аншлюз уже доступен, кстати. Ну, и время пришло вроде как 15 марта, еще 42 дня ждать. Мы и так с аншлюзом опаздываем. аншлюз или объединение с Австрией это давняя цель немецкого народа. Хотя это запрещено Версальским договором, наконец-то пришло время осуществить эту мечту немецкого народа. Давайте предложим австрийцам, австрийским немцам шанс разделить нашу славную судьбу. В общем, увеличится гнев союзников на 3. Это какой-то тоже параметр из этого мода. В ваниле такого, по-моему, нету. Гнева союзников. Вот. Армейский опыт плюс 10 и в Австрии произойдет событие германское давление для аншлюза. Ну, и для большей историчности можно подвести войска к границе с Австрией. Советский Союз соглашается на германо-советский договор. Ну, в принципе, это все довольно ожидаемо. Получаем ячейку исследования бронетехники и скидоны. Так, и что, исследуем следующий Panzer III, наверное. Panzer III версии E исследуем. Который будет нашим основным боевым танком во время 39-40-го года. Ну что, сейчас надеюсь нам с этой самой с Австрией что-нибудь перепадет, ништяки какие-нибудь. Улучшенная конструкция брони, клепанную броню мы изучили. Что она там дает? Защита плюс 10 для всех вариантов бронетехники. Дальше наверное мы возьмем со скидкой командирские танки новые на базе Panzer III. Кстати, командирские танки увеличивают организацию дивизии. Они уменьшают ее, как некоторые. Мне больше всего не нравится то, что ванили допустим ротосвязи понижает организацию дивизии. Хотя вот в этом моде все более логично. Здесь ротосвязи повышает организацию дивизии. Короче, прорыв еще плюс два и немножко тут бонусов всяких. перевозим горючего к надежности, к защите, к организации, к немножко увеличится потребление горючего. Слушай, СССовские части подойдут. Так, китайская фракция Шан Си заявляет дипломатический протест в связи с нашим атташе в Японии. мы будем посылать с атташе туда, куда мы захотим посылать. Так, вернулись наши волонтеры из Испании с триумфом и три дивизии приехали в Китай. А где-то наши китайские командованием фельдмаршала Герда фон Рунштеда. Ахтон! Наступательную или оборонительную прокачать для Рунштеда. Ладно, потом это решим. Сейчас недолго думаю, сразу атакуем. О, ничего, тут укрепления не настроили. У японцев даже танковые дивизии есть. А у нас авиация. аэродром переполнен. Из-за этого эффективность вылетов у нас 6% всего. Надо куда-нибудь переехать. Сейчас сюда вот поможем тактами нашими вот это вот этом бою. залетели тактами. Ну, может быть, мы еще до начала войны успеем Эдуарда Дитля тоже прокачать до 4-го уровня. А, кстати, забыл совсем про это. Так, операция у нас готовится по внедрению в правительство Финляндии. И следующее у нас надо будет перебрасывать агентов на Чехословакию после этого. 10 дней еще будет готовиться операция по внедрению в правительство Финляндии. Блин, тут нашего агента поймали. Вообще не вовремя. Так, у нас 120 политки, кстати, есть. Что мы можем мы могли бы вернуть уровень мобилизации до стандартной армии, постоянной армии, снизить. Ну, мы буквально 1% объема производства получим заводского и 1% скорости строительства зданий копейки. И 3% прирост политки мы получим вот здесь. Но при этом мы потеряем 25% штраф получим к атаке и к защите дивизии, которые сейчас сражаются. Поэтому, здесь мы, наверное, менять не будем уже. Поменяем мы, наверное, хотелось бы, конечно, снизить уровень выделения горючего гражданским. но это снижает прирост политки. Поэтому эту идею мы пока оставим. Что, наверное, поставим сейчас какой-нибудь КБ или Хенкель для средних бомберов тактов, либо Дорнье для Морбобров. 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 А, блин. Кстати, 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 нам же надо КБ поставить для танков. Мы уже начали их исследовать. По-моему, можно во время исследования еще мы успеем поставить КБ. Для Панзера 3-го что мы можем поставить? По идее, оно должно сработать. То есть, не обязательно перед самым началом исследования. Во время исследования тоже можно поставить КБ, оно должно работать. Хеншель это для тяжелых танков, это для Пантер. Алкет для Панзеров 3-х стоимость производства минус 5, противопехотная атака плюс 10, надежность плюс 10. Полезная штука. Так, здесь стоимость производства минус 10, противопехотная атака плюс 10. Ну, это получается выгоднее. А, ну, это сейчас нам недоступно. Ну, вот алкет нам доступно. Daimler Benz скорость плюс 10, надежность плюс 10. Миак скорость плюс 5, надежность плюс 5, противопехотная атака плюс 5. Ну, круп, понятно, круп на броню, ЦКД на... ЦКД это для чешских танков и для легких этих истребителей танков. значит, поставим алкет сейчас посмотрим, сработает или не сработает он. По идее, должен сработать на панзере 3, который мы сейчас следуем. Надеюсь, сработает. Я вот не знаю, как эта механика, не совсем я понял, как она работает. По-моему, во время исследования тоже можно поставить. Аши полетели бомбить сюда. А, они сюда тоже бомбят. Так, что там с нашей операцией в Финляндии? Опять нихрена мы не получили. Еще и попался наш агент в Финской Республике. Кто пойдет спасать? Пусть от Оскар Ценни спасает всех постоянно. Пусть спасает. Так, что тут у нас? Требуется 30% уровень развит сети. Ну так у нас 72% это я не понял. Все. Так, от Оскар Ценни давай спасай. Может если агента убьют в плену, то там по-моему 40% раскрываются наши данные все разведывательные по нам. 38 дней будет подготовка операции. Ну немножко с Чехией получается задержимся с подготовкой коллаборационистского правительства в Чехии. Так, электроподъемник изучился у нас. в ячейке промышленности дальше изучим. Так, по радиусным оборудованием мы отстаем на самом деле. По компьютерам мы тоже отстаем на шифрование, дешифрование. Надо бы выйти побыстрее побыстрее. Ну и по горючим у нас вообще капец. Поэтому ладно, возьмем наверное сейчас в этой ячейке. Ну блин, нам ячейка для исследования для промышленности еще одна нужна, прям капец как срочно. Ладно, возьмем мы сейчас прокачаем горючее вот эти нефтеперерабатывающие заводы. Потому что они быстрее. Вот это 300 дней это 146, а эффект тут в принципе даже вот бонус даже побольше. Прирост горючего при переработке нефти больше, здесь плюс 25%. Так, все, ставим КБ. Алкет. Ну что, по идее должно сработать. Или что, не работает что ли? Ордитель заболел. В принципе неудивительно. Что-то странно. Походу не работает. Панзер третий. Нету значка этого КБ почему-то. Может быть это глюк? Это баг? Ладно, посмотрим. Блин, 135 политки. Политка на вес золота еще ее терять просто так. Это как бы непозволительная роскошь для нас. Так бы мы сейчас могли прожать вот этот вот инвестиции в строительные исследования и получить еще одну ячейку исследования промышленности, которая нам прям капец как нужна сейчас. Так, ну что здесь дальше исследуем? Изучим, наверное, новые минометы 80-мм. 2-мм. Так, они нужны только эсэсовцам и парашютистам. Кстати, надо бы нам нанять наверное дивизии парашютистов. по этим по эвентам они по-моему не появляются дивизии ВДВ, поэтому надо хотя бы штучек 6 собрать дивизии ВДВ. Что там для них требуется? снаряжение это парашютное снаряжение требуется. Ну сейчас из Австрии заводы получим и отправим на производство парашютного снаряжения. Так, новое это разведснаряжение Франция и Великобритания создают альянс союзники. Так, продаем сделка по вооружениям. Встаем. что у нас сейчас 2 дня осталось до оказания давления Австрийскую республику. Аншлюз. неоднократные волнения в Австрии ясно дают понять что люди там стремятся объединиться с нашим рейхом. Пришло время принять меры и позволить проявить волю народа. австрию. Как вообще можно говорить что Австрия не немецкая. Ну что Австрия давно добро пожаловать в родную гавань. Добро пожаловать домой. Австрия возвращается в родную гавань. Аншлюз Австрии. После успешного государственного переворота совершенного местной нацистской партией Вене немецкие войска пересекли австрийскую границу и взяли под свой контроль страну. Сообщений о боевых действиях не поступало и сообщений о боевых столкновениях между германской и австрийской армией не поступало. И немецкие солдаты были встречены ликующими толпами в городах. Выступая встречу перед огромной толпой на площади Хельденплац Вене Гитлер объявил аншлюз Австрии присоединив страну Германии. С этого момента старейшая восточная провинция немецкого народа станет новым оплотом германского рейха. Добро пожаловать в рейх Австрия. Ну что мы получили очень неплохой экономический прирост плюс еще тут у нас кстати я видел тут более горнострелковые дивизии а ну вот одна горнострелковая дивизия мы ее получили. создадим создадим еще одну армию еще одну армию у нас тут горнострелок хороший этот Фердинанд Шорнер по-моему там где он вообще Фердинанд Шорнер 4 уровня генерал пусть он рулит этой армией вот кстати Баттольц где школа юнкеров СС в Южной Баварии рядом с австрийским городом Инсбрук а здесь Бренерский перевал где Муссолини с Гитлером часто встречались а кстати в Австрии даже есть немножко нефти добывается хорошо так ну что новые пока что построим еще немножко фабрик сколько у нас фабрик 87 штук а кстати я же не посчитал в начале наши фабрики без учета тех которые мы аннексируем еще от Чехословакии мы получим поэтому у нас в принципе все не так уж и плохо по фабрикам 100 штук у нас будет к началу войны по любому фабрик вот с военными заводами поэтому наверное может быть даже мы сейчас уже прекратим строительство фабрик вот эти достроить и все может быть начать уже клепать военные заводы 87 плюс еще здесь 4 91 фабрика ну в Чехословакии по-любому 9 фабрик есть я думаю да у них минимум 23 фабрики поэтому сотка у нас будет а ну Словакия независимая будет но все равно сотка у нас должна быть наверное начнем мы уже клепать военные заводы что мы по военным заводам отстаем где у нас хорошая инфраструктура кстати в районе Вены Нижней Австрии построим военные заводы так свободные военные заводы я хотел так у нас 5 свободных военных заводов есть надо один завод хотя бы выделить на производство парашютного снаряжения у нас очень много его не хватает так хотя бы два завода накинуть на истребители почти по одному в день производим истребители так пехот нам нифига не прибыла что ли повозки по любому у Австрии должны быть может быть еще не просчитались склады или мы их склады так и не получили австрийские австрийское оборудование нам по ходу не перешло что-то как были минуса так и остались пехотка то по любому должна быть да вот у нас нифига карабины 98 это немецкий австрийское снаряжение походу мы не получили со складов фигово все заводы кончились Австрия это конечно не США поэтому так еще ячейка исследований у нас походу от Австрии да за счет Австрии появилась ячейка исследования в которой можно исследовать сухопутную армию доктрину и промышленность ну прям все что нам надо так что мы здесь исследуем доктрину может быть прокачать или промку еще покачать улучшенные станки 146 дней будет исследоваться возьмем улучшенные станки максимальная фитнес-производство плюс 8% базовая плюс 2% так и следующий фокус претензии на Южный Тироль это мы оставим на будущее это проблемы с Югославией будут у нас сейчас нам надо немножко еще ладно сейчас мы наверное займемся флотом а потом уже перейдем к промышленности вернемся к промышленности это у нас флот по флоту мы отстаем слишком сильно так завершить шиф бау эрзац план шиф бау эрзац план это это короче план замены судов в план замены кораблей какой-то в общем это программа строительства замещающих кораблей это был план одобренный рейхстагом в 1932 году программа строительства замещающих кораблей предусматривала два отдельных этапа производства первый этап с 1930 по 1936 год а второй с 1936 по 1943 год последний этап был призван тайно нарушить версальские ограничения и по этому фокусу мы построим две военно-морские верфи получим 20 морского опыта и скидку на исследование системы контроля огня для кораблей и снизим стоимость производства линкоров то есть ускорим их спуск на воду этих бисмарка и терпится и крупных крейсеров авианосцев крейсеров ну всей хрени короче 13 дней все а у нас еще одна дивизия здесь сколько у нас этих дивизий это тоже какая-то типа горнопехотная дивизия какая-то непонятная альпийские стрелки какие-то вот альпийские стрелки альпийские дивизии это вот эти вот а это какая-то вермишт дивизион что-то такое я не знаю но тоже половина пехоты половина горнострелков альпийские ну вот эти альпийские дивизии прям вообще шикарный шаблон три полка горно-артиллерийских полка и шесть полков горнопехоты штабная рота рота снабжения и рота саперов эта дивизия вообще шикарная кавалерия у нас кавалерия у нас вот у нас кавалерия у ромеля пока что так ну все следующая цель у нас чехословакия сколько нам требуется для чехословакии так потребуется у детской области миллион человек развернуто сила армии 90% и выполняется у нас условие это а сколько у нас развернуто сейчас а ну странно кстати почему нам дали провести аншлюз хотя у нас меньше миллиона развернута армия но сила армии у нас кстати развернута 90% есть то есть только по миллиону солдат мы не выполняем условия для этого фокуса потребовать судетин ленд в принципе эта проблема небольшая я думаю мы сейчас дивизии развернем пехотные в июне 38 года и потом начнется у нас бюнхенский сговор так а сейчас мы можем так а мы фокус уже взяли на флот я думал еще просто это уроки испанской компании кстати фокус забыли про него надо было сразу взять ну следующий фокус у нас будет урок испанской компании так 89 политки в принципе мы можем сейчас взять поражать инвестиции в строительные исследования получить еще одну ячейку исследования за политку в области промышленности что еще тут можно создать кстати можно кучу дивизий вот мы можем здесь сформировать за счет политки четвертую дивизию это как она называется легкая пехотная дивизия лёгкая пехотная дивизия 44 пехотная дивизия 45 пехотная дивизия ну понятно это все из австрийских земель потом мы можем короче горнопехотную нашу бригаду первая которая сейчас воюет в Китае переоснастить на дивизию то есть расширить ее состав и сформировать вторую и третью горнопехотную дивизию но это все будет нам стоить политку самое фиговое что мы походу не получили ни хрена склады австрийские мы ни фига не получили честно говоря я думаю что мы получим все их снаряжение а это то что мы сейчас дивизию будем формировать у нас для них снаряжения ни фига нету хреновая новость так ну что промышленность ну кстати то же самое у меня была такая же проблема была на советском союзе когда я играл тоже я думал что с прибалтики когда мы прибалтийские страны аннексируем мы получим снаряжение как и ванили да там когда аннексируешь сразу куча пехотки тебе капает с них а в этом моде ни фига не капало поэтому у меня были сомнения насчет насчет австрии тоже были сомнения вот поэтому в принципе я этому не удивлен что мы ничего не получили так ну что тут возьмем наверное прокачаем вот эти штуки они все тоже пригодятся обязательно инфраструктурные работы потом авиабазы второго уровня скользко стрельства авиабаз давай возьмем инфраструктурные работы второго уровня неужели кб не сработает которая как она называется алкет странно что она не сработает ну вот здесь она работает скорость исследования бронетехники плюс 10% так что у нас тут китая переправляемся здесь через реку армейская сделка по продаже оружия продаем в перу 100 пехот которые у нас не хватает ну ради 15 политики можно и продать так заем военного времени внутренний заем военного времени вот стоп политики он снижает стабильность но со стабильностью проблем нет но увеличивает объем производства и скорость строительства военных заводов наверно прожмем вот это вот накопим и получим заем внутренний заем короче военного времени а мы должны быть в состоянии войны что-то я тупанул да это только во время войны можно будет поэтому пока что настолько базовые бонды так ну че мы тогда наверное мы перейдем на военную экономику в середине года фабрики мы уже достраиваем поэтому тут штраф на стрельство фабрик нам особо не мешает так требуется поддержка войны мировая напряженность 40% поддержка войны у нас конечно растет за счет геббельса в первую очередь и государственной прессы а вот с мировой напряженностью все фигово мировая напряженность 40% сейчас всего 8% походу военная экономика у нас откладывается на 39 год тогда наверное следующее у нас будет КБ это электронный концерн Сименс наверное поставим скорость исследования в электронике плюс 10% чтобы все эти компьютеры быстрее исследовать или радио Лоренс АГ посмотрим короче вопрос о королевстве Югославия после возвращения Австрии в состав рейха теперь у нас есть общая граница с королевством Югославия правительство принца регента Павла выражало довольно спокойную позицию по отношению к предлагаемым нам планам реорганизации Европы возможно стоит им напомнить что придет время когда они должны будут сделать выбор в принципе их мнение нам не интересно их мнение нас не интересует чем будем по-моему это это событие по-моему и звонило насколько я понимаю там типа если мы окажем давление на Югославию то со временем после нескольких давлений типа из Югославии выделится маринетка Хорватия то есть Хорватия получит автономию если мы окажем давление на Югославию но мы не будем слишком дерзкими у нас пока других проблем хватает время Югославии придет в 41 году дальнейшее улучшение автобанов с момента своего создания в 1933 году программа стрельництва автобанов пользовалась огромным успехом строительные работы привели к сокращению безработицы к снижению безработицы а широкие дороги являются символом восстановления экономики Германии однако предстоит еще много работы ну что отлично очередное улучшение инфраструктуры Бранденбург Тюрингия Тюрингия Ганновер и Франкония получают еще один уровень инфраструктуры значит будем строить военные заводы Тюрингия 35 Бранденбург Бранденбург уже максимум забит Франкония 40 вот здесь еще надо построить военных заводов 40 уровень инфраструктуры как раз в середине 38 года закончим с фабриками и начнем полномасштабное строительство военных заводов так что у нас тут в Китае тут все очень медленно развивается конечно так мы можем развернуть следующие части SS SS Standarte Derfuhrer SS TK Standarte Ostmark это видимо какие-то австрийские Waffen-SS дивизии спасибо что предупредили так формируем Tottencom Standarte Ostmark и формируем SS Standarte Derfuhrer Standarte Standarte Tottencom Standarte 3000 человек TK а но это гарнизонная дивизия штабная рота военная полиция и два полка Бернизонных Два полка охранных Без ничего практически А вот ССВТ Стандарт Эдерфюрер 5000 человек Полумоторизованная дивизия Три полка полумоторизованной пехоты Здесь Штабная рота Саперная рота Военная полиция Ремонтная рота Рота снабжения И противотанковые орудия Так, может мы еще можем одну дивизию отправить Нет, три дивизии максимум пока Добровольцев 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 Нет, не пересек Открым Продолжение следует... Продолжение следует... Так, вот эту горнопехотную бригаду мы можем, кстати, по решению расширить до размера дивизии горнопехотной. Ну-ка, за пять палитки. Что, она переформировалась или нет? Так, формируем первую горнопехотную дивизию. А, нифига, она, это, короче, она исчезла. Надо ее по новой. Ой, еще ее надо укомплектовывать. Все снаряжение пропало, интересно. На склад вернулось или вообще пропало? Ну, тут неплохой шаблон такой. Почти идеально, почти 24,5 ширина фронта, 15 тысяч человек. Так, девять батальонов горнопехоты, три полка горнопехоты, три горноартиллерийских полка. Зачем моторизованная средняя артиллерия здесь? Зачем здесь моторизованная противотанковая? Не, это надо менять, конечно. Обычно, зачем моторизованная? Штабная рота, разведка на лошадях, противотанковая поддержка, саперная рота, зенитная, противовоздушная оборона, ремонтная рота, рота снабжения, полевой госпиталь и рота, короче, снаряжение для борьбы в горах. А можно отредактировать шаблон? Вот, в принципе... Нет, стоп, я хочу, допустим... Так, может быть, их как-то унифицировать? Вот, альпийская дивизия. Противотанковые орудия можно удалить пока точно. И среднюю артиллерию мы тоже удалим, наверное, пока из шаблона. потом, если что, добавим. Так, где она у нас? Первая дивизия, вот мы ее отправим добровольцами. Вернем ее обратно на фронт. Кто у нас тут еще? Горный стрелок Беме, по-моему. Этот, как его? Франц Беме, вот. У нас команда горнострелок. Так, отправляем обратно эту дивизию воевать. Так, следующий фокус у нас будет, как я говорил, уроки испанской кампании. Гражданская война в Испании выиграна. С нашей помощью националистические флаги можно увидеть по всей Испании. И поскольку у нас появился сильный союзник-единомышленник на юго-западе Европы, мы также получили бесценный опыт от вооруженного конфликта, в котором мы участвовали. И по этому фокусу мы получим опыта всякого и снижение штрафа за опережение времени на изучение доктрины мобильной войны и скидку на горнострелковые технологии. Так, а в этой ячейке что у нас тут исследовалось в этой ячейке? А, доктрина мы качали в этой ячейке авиационную. Ну, качаем дальше авиационную доктрину. Неплохо до начала войны хотя бы вот до сюда дойти. По этой, как ее... Как это по-русски называется доктрина-то? Боевая поддержка с воздуха. Доктрина поддержки с воздуха. Сосовская дивизия теперь направим против Чехословакии. Сосовская дивизия Горную армию здесь поставим на границе с Югослави здесь как раз горы. Так, ну че тут у нас? Пробуем. Вот здесь вот в горах проштурмовать. У нас Эдуард Диталь заболел. Через 7 дней он выздоровеет. Так, не хватает. Наспадка горючего. Минус 25% штраф к офигенности валютов из-за этого. Ну, почему мы не пользуемся горючим, которое выделяет Япония? Это вот фигово. Вернее 17М. Это у нас скоростной бомбардировщик, по-моему. Если я не ошибаюсь. Да, это скоростной бомбер. Все, у нас открылся самолет-разведчик Дорнея 17 Пая. Можно, в принципе, его исследовать. КБ для него у нас нету. Для самолетов-разведчиков у нас КБ нету, по-моему. Да, тут все КБ не подходят для самолетов-разведчиков. Да, наверное, возьмем и сейчас исследуем или что еще. Для этого есть скидки у нас там по фокусам для штурмовиков. БФ-109 версии Е мы пока, наверное, изучать не будем. А ну-ка сравним их по характеристикам версию Д и версию Е. Даже модельки кстати разные. Маневренность примерно одинаковая у них. Скорость ну, скорость тут получше, конечно. Воздушная атака но получше, да. Дальность на 40 километров дальше он летает. В принципе, не настолько уж и лучше он... Ладно, подождем. Пока что на этих будем воевать, наверное, в начале войны. БФ-109 версии Д. изучим самолет-разведчик. Хрен с ним. Вдруг у нас будут заводы, чтобы его производить. подкрепление. Подкрепление подошло, пехотная дивизия. Так, свободные верфи. Свободные верфи мы задействуем. Так, это мы все достраиваем. Наверное, побольше подводных лодок надо накидать нам. Сколько у нас сейчас будет вообще весь? 20 подводных лодок всего лишь у нас. 28. 28 эсминцев, 6 легких крейсеров, 3 тяжелых крейсера, 1... Тоже тяжелый крейсер, 2 линкора. Наверное, поставим мы еще на производство. Легких крейсеров нам не хватает. Есть у нас какой-нибудь шаблон легкого крейсера? Вот, по-моему. Класс. Мюнхен, это, наверное, легкий крейсер, я надеюсь. По идее, да. Ну, вот, класс Мюнхен поставим на производство. Да, это легкий крейсер, исторический шаблон легкого крейсера. Так, тут апнем вот эти все штуки. Гидроплан апнем. Так, радара у нас еще пока нету. Построим, наверное, штуки 4 таких легких крейсеров. Класса Мюнхен. И потом будем строить уже. Так, нет, стоп, у нас подводных лодок маловато. Вот эти все 4 корабля мы будем строить до конца 39-го года в лучшем случае. То есть у нас свободных верфей пока не будет больше. А нам надо подводных лодок очень много. у нас ключевая сила в море это подводные лодки. Поэтому наверное мы откажемся от второй линии производства легких крейсеров. И ну вот так вот будем их просто по очереди 4 штуки строить. А верфи, которые освободятся от вот этих подводных лодок потом бросим на производство более современных моделей подводных лодок. уроков и уроков испанской новой и и и и и Ну, сейчас, в принципе, после изучения уроков испанской компании, мы, наверное, еще один фокус возьмем, даже два фокуса на флот еще прокачаем, вот эти вот, тут еще две верфи получим, и здесь скидку на дектрину морскую, в принципе, недолго, 28 дней, 21 день. Чили выходит из Лиги Наций, тут, кстати, у нас недалеко от нашего фронта идут сражения, все еще сражаются сензианцы друг с другом, коммунисты с националистами. В сензиане даже есть свой фокус тоже на чистке, чистке имени этого Шэн Шикаэ, который глава коммунистического сензиана. Дух Чингиса у националистов сензианских. Я не знаю, при чем здесь Чингисхан, вроде сензиан никак не связан с монголами, хотя там уйгуры живут, хотя не, уйгуры, да, они вроде, я вот не помню, они как тюрки, или они, по-моему, они тюрки относятся, а не монголы, уйгуры, ну-ка, надо нагуглить, уйгуры, тюрк, да, это тюркский коренной народ восточного Туркестана, хотя их называют еще татарами, ну, видимо, это, короче, смесь монголов и тюрк, там они, может, в Средневековье там перемешались все, поэтому, то же самое, что киргизы, они же тоже довольно, там, они вроде как, ну, киргизы, они вроде как тюрки, но они довольно тесно связаны с монголами, то же самое эти казахи. Так, у нас свободный военный завод, да, кстати, что тут в Югославии принц-регент Павел рулит антигерманские настроения в высшем военном командовании, в войсках, ну, да, Германия была непопулярна в вооруженных силах Югославии. Хорватская оппозиция, македонская оппозиция, сербский генеральный штаб, славянская автономия, лицензионная продукция, но, кстати, они по этому фокусу могут довольно неплохо производить наши эти мистершмитты BF109, которые мы дали им по лицензии. Так, военный завод, куда мы? А, это не военный завод, это нам не платят Югославия за лицензию, я уже обрадовался. Модернизируем истребители из резерва до версии BF109D. Ну, короче, от Австрии нам так и не посыпалась ни пехотка, ни полевая форма, это очень фиговая новость, потому что, я думаю, мы эти минуса закроем хотя бы по повозкам, по пехотке, по полевой форме за счет Австрии, но это, это, короче, облом большой, просто эпичный облом для нас. В общем, в этой серии, наверное, мы до середины года доиграем. Сговоры мюнхенские уже будут у нас в следующей серии. Что там, мюнхенский сговор, где он уже, по-моему, в августе, да, по-моему, был мюнхенский сговор, насколько я помню. Для мюнхенского сговора нам требуется... Так, более миллиона развернутых солдат. У нас, ну, осталось 85 тысяч развернуть, в принципе, мы можем... А, ну, сейчас вот, вот у нас сейчас развернется вот это вот добро все в июне. В принципе, мы эту задачу выполним. Тут еще можно по решению сформировать дивизии. Так. Две дивизии горнострелковые. Вторая и третья. Ну, сформируем. За пять политки. Так, и свободные верфи. Будем производить, естественно, подводные лодки по максимуму. Только немножко их апнем. Что тут можно апнуть? Апнуть тут особо нечего апать у них. Может быть, двигло им немножко апнуть. На 5000 хотя бы, на 5000 лошадиных сил поставим дизельный двигатель. Повышается заметность при повышении мощности движка и повышается потребление горючего. И поставим им два торпедных аппарата. Две торпедные трубы по 533 мм каждая, вот, чтобы увеличить торпедную атаку. А у нас не хватит опыта. Блин, ну, туда надо сейчас, короче, нам немножко пофармить опыта. Пока построим. Коновое построим. Вот у нас все регулярные корабли. Вот эти вот, правильно. А вот у нас есть новички. Подводные лодки потренируем. А вот можем модернизировать, кстати, две подводные лодки. Так, формируем вторую горнопехотную дивизию. У нее символ олень. А где у нас 3-я горнопехотная дивизия? Там же было написано еще 3-я горнопехотная дивизия. Или они про нее забыли? А вот она. Ну, у нее, конечно, герб такой, какой-то сложный. Ну, она воевала под управлением генерала Эдуарда Дитля, который у нас сейчас в Китае. Вот, в Норвегии, в районе Нарвика. Ой, а это, а, это наши эти дивизии, которые... Так, горнопехотная. Это пока под управлением Фердинанда Шернера. Так, пехотку всю сюда. А это у нас, который мы с вами поставили на обучение дивизии. Так. Куда мы их раскидаем? Четыре дивизии генералу Федору фон Боку. Три дивизии. Генералу Эрвину фон Витцлебену. Что, получается, мы сейчас уже условия выполнили для этого, для... Нет, еще миллиона нет пока у нас. Хотя, вроде как, показывают, что есть. Так. Мы успешно спасли своего агента из финского плена. Ну что, и сразу попробуем тогда провести операцию... Странные волонтеры к нам прибыли из Туниса. 50 добровольцев. Попробуем в Финляндии, попробуем-ка мы сделать кражу промышленных чертежей сделать. Три агента требуется. Блин, 132 дня, это капец. Это, не, это нереально. Нам надо готовить сейчас колобка на Чехословакию. Хотя, по-моему, если не ошибаюсь, в ваниле, ну, по решению, когда идет этот раздел Чехословакии, там, по-моему, уровень подчинения все равно дается по этому, по решению, ну, судьба Чехословакии. То есть, когда мы разделяем Чехословакию, типа, на марионетку нашу, это аннексируем, то у нас уровень подчинения здесь все равно дается довольно высокий. Поэтому обычно колобков готовят только на Польшу и на Францию. Ну, в ваниле, по-моему, на Чехословакию не надо готовить. Хотя я могу ошибаться. И опять же, в этом моде, возможно, не получим подчинение, уровень подчинения, ну, который необходим будет. Поэтому на всякий пожарный надо подготовить колобка на Чехию. Короче, забьем на эти промышленные чертежи. Отправим наших агентов в Богемию и Моравию строить разведсеть. Так, ну что, уроки испанской компании выучены нами. Мы получили скидки на изучение доктрины военной. Так, претензии на судительный ленд пока что подождет до августа. У нас, в принципе, еще два месяца есть. Ну, в принципе, тут самое логичное решение, наверное, будет докачать флот еще немножко. А потом уже вот эти вот фокусы возьмем на расширение нашей промышленности. Рейхс, Верке, Герман, Герин, потом Вольцваген и вот здесь еще построим фабрику и военный завод. Сейчас уже доразвиваем флот. Вот как раз здесь получим морской опыт. Планы расширения флота. Адмирал Эрих Рейдер считал, что Британию легче победить, используя стратегию надводных рейдов, которые он предпочитал. Короче, Рейдер был сторонником надводного флота. А Денец был сторонником надводного флота в Германии. Первоначальная версия его плана была основана на предположении, что флот должен быть сосредоточен на панцершифе. Панцершифе это бронированные корабли. Флот должен быть сосредоточен на панцершифе, крейсерах дальнего действия и подводных лодках для нападения на британские торговые суда. Он считал, что эти силы отвлекут основные силы британских военно-морских сил и позволят меньшему количеству британских линкоров действовать в Северном море. Этот первый проект назывался План Икс. Урезанная редакция этого проекта была переименована в План Игрик, а окончательная версия, представленная Гитлером, была Планом Зет. План Зет это довольно известная теория, которая типа в Германии, но она все-таки не получила своего развития, но она предполагала развитие именно надводного флота. То есть в соответствии с этим планом Германия планировала планировала создание флота с 10 линкорами и 4 авианосцами. Но, как известно, Германия не построила ни одного авианосца, которые предназначались для борьбы с Королевским флотом. Эта сила по плану должна была быть дополнена многочисленными крейсерами большой дальности, которые будут атаковать британские корабли. И было предусмотрено относительно небольшое количество подводных лодок. Но в реальности, как известно, все-таки Германия отказалась от плана Зет. Вместо этого Германия построила к началу войны около 300 подводных лодок. В общем, получим опыт, построим две верфи и получим скидки на исследование модели крейсеров и линкоров и расширим военно-морскую базу в шлезве Гегельштейне до 9 уровня. Это, видимо, в Киле имеется в виду. Дивизия генерала Франция Беме прибыла. В принципе, мы можем, наверное, переназначить ее от командования Дитля. Ну, тут тяжело, конечно, у нас идут бои, потому что здесь какие-то коммунисты китайские, они самые боеспособные из всех китайцев. Я бы, конечно, перебросил бы наши дивизии, но, скорее всего, нам не разрешат по морю перебросить дивизию вот сюда вот. Здесь как раз горные районы такие. Здесь довольно слабая оборона. А нас бросили против самых боеспособных соединений китайских. Так, ну что, в этой ячейке доктрины Второй Мировой Войны продолжаем качать элитные силы, спецназ или улучшенное штабное командование армейское на уровне армий. Что-то мы, кстати, по доктрине отстаем на самом деле. Так, а у нас наземную доктрину, мы, по идее, сейчас получили скидку по этому фокусу. Да, доктрина мобильной войны. 300 дней, что-то нифига, какая-то скидка не сработала, что ли, скидка, хрен знает. Ладно. Берем, а то мы отстаем по основной доктрине наступательной, которая на прорыв. Вот эти штуки на самом деле самые важные для нас будут. Здесь прорыв дается для танков. Вот эту линию надо как можно больше прокачать до начала войны. Так, это у нас ячейка для флота освободилась. Что тут можно взять со скидкой? Со скидкой пока что ничего нельзя взять. Так. Возьмем улучшенные снаряды среднего калибра. Наверное, мы все-таки прокачаем Герда фон Рунштеда на атаку. Или Манштейна лучше на атаку прокачать. А Рунштеда на защиту тогда. Но у него и наступательная и оборонительная доктрина есть. Что тут выбрать? Применаступательную доктрину для него. До уровня фельдмаршала тут у нас потеря организации время движения минус 10%. Вот эта черта у него действует. А, у нас кстати уже превышен лимит спецназа. У нас 93 батальона из 85 разрешенных. То есть у нас сейчас будет на наши дивизии эти горнострелковые накладываться штраф к характеристикам в бою из-за того что у нас превышен лимит спецназа. По идее его можно будет для Германии расширить я надеюсь каким-то образом по фокусам может быть или еще как-нибудь там у нас уже военные заводы начали строиться. Китайская Советская Республика заявляет дипломатический протест. В связи с нашим атташе в Японии мы их посылаем куда подальше. У нас дофига опыта армейского. Наверное мы немножко прокачаем за счет этого опыта наши панзеры третьей версии. которые должны по идее сыграть очень важную роль на первом этапе Второй мировой войны. так что мы прокачаем здесь надежность конечно же на максимум прокачаем потом 48% это все равно очень мало на самом деле стабилизацию орудия и все больше у нас опыта не хватает. Прорыв будет почти 20. интернизируем из резерва устаревшие версии. ремонт инструменты у нас изучились дальше надо еще в промышленности прокачать что-нибудь здесь мы возьмем либо фреоновое охлаждение ну холодильники по простому говоря либо навыки обучения на производстве здесь нам дают полтора процента фабрик от гражданского к военным целям здесь нам дают максимальная эффективность производства плюс 10% базовая плюс 3% и объем производства верфей плюс 5% ну конечно навыки обучения важнее сейчас для нас полтора процента фабрик это на самом деле не так уж и много так еще пехотные дивизии разворачивают изучился у нас самолет разведчик Дорнье 17 так а дальше 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 мы наверное сейчас политка накопилась почти мы наверное сейчас что делать либо мистер шмидт бф 109 версии изучить либо поставить к бэшес и изучить хенкель 111 F ну у них наземная атака примерно одинаковая я думаю хенкель наверное подождет наверное мы сейчас возьмем все таки немножко со штрафом с небольшим но изучим бф 109 я миссер шмидт а Чемпионат мира по футболу 1938 года во Франции. Италия сохранила звание чемпиона мира. Строим больше военных заводов. Где у нас высокий уровень инфраструктуры. Блин, что-то полгода прошло уже, а мы до сих пор по одному в день только. Производим истребителю, это фигово. Хотя должны уже по идее по два производить. Сейчас очень быстро эти шесть военных заводов построить и разогнать эту линейку производства до максимума. В общем, отстаем от производства истребителей. Так, следующий фокус у нас... Сейчас возьмем еще один фокус на флот какой-то я там хотел. Этот фокус на развитие этой доктрины... Как она называется-то по-русски, я забыл. Доктрина... Развитие доктрины ограничения вражеских конвоев. Или как она там... В русской версии она называется. Доктрина... Доктрина заграждения морских путей. Короче... Фокус на подводных лодках, которые будут топить вражеские конвои. Получим... Морской опыт и... Скидку на исследование этой доктрины. Да, и кстати у нас появился опыт. Можно прокачать немножко подводные лодки. Так... Так, легло я на 5000 хотел поставить. Торпедный аппарат. Вот этот вот... Какой-то... Вот этот я хотел поставить. Двойной. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Электронный концерн Siemens, чтобы ускорить исследование компьютеров и все это... Все, что связано с электроникой... Военную экономику нам пока поставить нельзя... Так, свободная дивизия... Так, две дивизии... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Авиация здесь залетела в бой... Даже горнострелкам не хватает горючего из-за этого... Штраф... Венесуэла покидает Легунаций... Удержались наши... Горнопехотные части в этом регионе... Так, я немножко тут пропустил... Не успел... Записать... Короче... Мы отправили в отставку... Начальника генштаба Людвига Бека... В общем, там был вопрос Бека... Из-за агрессивной внешней политики и программы перевооружения... Генерал Людвиг Бек... Выступил... С критикой планов фюрера... Такой высокопоставленный военачальник... Мощный голос в оппозиции к нам... Смеем ли мы позволить этому человеку препятствовать восхождению Германии... В общем... Мы удалили... Короче, заменили его на посту начальника генштаба... Вот... Вместо Людвига Бека у нас начальником генштаба стал Франц Гальдер... Людвиг Бек был первым начальником генштаба во время Третьего рейха с 1935 по 1938 год... Он был такой довольно умеренный генерал... Выступал с умеренных позиций... Вот... И... Бек не участвовал в совещании 5 ноября 1937 года... Ну... Когда был меморандум Хосбаха... О котором я уже говорил... Вот... На котором... Гитлер объявил о подготовке к военным действиям... Но уже 9 ноября 1937 года... Он встречался с главнокомандующим... Сухопутными войсками... Генерал-полковником Вернером фон Фричем... И министром странных дел Константином фон Нейретом... Ну... Которых мы уже... Сместили с их должностей... Во время этого неформального совещания... Его участники пришли к выводу о крайней опасности последствий вовлечения страны в войну... Однако Гитлер отказался изменить свои планы... В начале 1938 года Бек поддержал генерала фон Фрича... Которого ложно обвинили в гомосексуализме... И уволен в связи с этим от занимаемой должности... В 1938 году Бек подверг резкой критике агрессивные планы Гитлера... Считая, что они носили слишком рискованный характер... В июле 1938 года Бек направил меморандум на имя главнокомандующего... Сухопутными войсками генерал-полковника Вальтера фон Браухича... В котором призвал к уходу высшего военного руководства страны в отставку... Чтобы не допустить начала войны... Однако германский генералитет, включая и фон Браухича... Отказался последовать призыву Бека... Который в августе 1938 года подал рапорт об отставке... И фактически прекратил исполнять обязанности начальника Генштаба... Отставка была принята, но в условиях обострения международной ситуации в связи с детским кризисом... Об этом было объявлено позже, 31 октября 1938 года... Поскольку Гитлер желал сохранить видимость единства в военной элите... Поэтому отставка Бека носила почетный характер... Он был произведен в чин генерал-полковника... И назначен почетным полковником 5-го артиллерийского полка... Которым ранее командовал... Ну, затем Бек писал... В 1938-1940 году писал ряд военно-теоретических работ... Вот... И самое главное... Он был одним из руководителей заговора... Самого известного против Гитлера... 20 июля 1944 года... Вот... Ну, заговор, как известно, закончился неудачно... И после подавления заговора... Людвиг Бек был убит... Вот такая печальная судьба его ждала... Ну, все... На сегодня, наверное, все... У нас новый начальник генерального штаба... Франц Гальдор... На этом... Серия подошла к концу... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok